Зимнее пальто из эко-меха, платье с оригинальным орнаментом, сумки, шарфики. Модную коллекцию шерстяной одежды представила на выставке Светлана Смурова. Увлеклась войлоковалянием она три года назад. Влюбилась в это занятие с первых прикосновений к шерсти. Не нужно никаких приспособлений, только твои руки, фантазия и время. И вот интересно же, не из чего получить какую-то вещь. Начала с шарфика, перешла на шапочки, варежки, ботинки. Родственники точно все уже подружки в чем-то одеты в моих поделках. Игрой в куклы всерьез увлеклась Елена Ислентьева. Мастерит текстильных персонажей на традиционный манер. Баба-яга, мужичок с гармошкой, барыня – у каждой свой характер. А герои панно «Купеческая лавка» кажется оживают на глазах. Это Никанор Митрофаныч и Авдотья Никитишина. Вот между ними идет диалог. То есть у него своя купеческая лавка, в которой очень большое разнообразие представлено тканей. Тут очень много образцов старинных именно русских тканей. Кружево, какие-то идут аксессуары, бублики, платки старинные, старинное ярославское кружево. С очарованием текстиля посетители выставки знакомят 30 мастериц. Они представили около 100 работ в различных техниках. А сколько сил и времени потрачено на каждое из них? К примеру, это панно размером 2 на 3 метра соткано из 10 тысяч лоскутков. Или эти тончайшие кружева, похожие на морозные окна, сплетенные по старинным русским традициям. Очень приятно, что в последнее время более серьезный дается уклон к изучению именно таких традиционных видов декоративно-прикладного искусства, в том числе лоскутное шитье и войлок о валянии. Здесь также представлены вышивка крестом, батик, роспись по ткани, ну и другие авторские техники, такие как пэтчворк. Гости выставки могли своими руками создать текстильное изделие – традиционную сумку-лакомник. Маленькая сумочка, кармашек, она была неотъемлемой частью костюма. Она прикреплялась к поясу, и тем самым было удобно класть сюда ключи, деньги, какие-то мелочи, естественное лакомство. Смастерить такой аксессуар под силу даже тем, у кого нет художественных навыков. Расписывается сумочка с использованием набойки. Это способ получения узора на ткани при помощи рельефных форм. Для меня это новое, я никогда с этим не сталкивалась, поэтому я решила вот освоить. Шить сумочку, шить – это не так сложно. А вот напечатать рисунок, правильно его распределить и потом подарить своим внукам. У меня их семеро. Для них такой подарок, я думаю, с лакомством будет очень приятен. Открыть для себя очарование текстиля староскольцы могут до 8 ноября. Выставка открыта в Центре декоративно-прикладного творчества по адресу микрорайон Рудничный, 24. Продолжение следует...